Отлично! Начинаем! Снова здравствуйте! С вами Егор Васильев и мы продолжим тему заносов, попытаемся понять, чем они для нас интересны, чем опасны. Пока мы двигаемся по нашему гоночному треку в сторону ледового полигона, я на этой теме коротко остановлюсь. Итак, занос – это потеря стабильности автомобиля, связанная с тем, что наши задние колеса начинают соскальзывать вправо или влево, и, как правило, в обычных условиях движения с заносом мы все-таки стараемся сразу бороться. Боремся с заносом очень просто и очень активно. А именно, в ответ на избыточное развитие заноса руль сразу стреляет на занос, и как только мы начинаем работать рулем, газ в случае с полным приводом у нас сохраняет определенную тягу на ведущих колесах, поскольку вектор тяги передних колес продолжает нам позволять машину управлять эффективно. И как только автомобиль делает малейшую попытку к началу стабилизации, руль сразу в положение прямо, и на стабильном автомобиле мы с вами покидаем место предполагаемого потенциального ДТП. Особенностью заноса является еще и то, что существует такая нехорошая вещь, как критический угол заноса. Это величина заноса, несколько превосходящая предельный угол поворота передних колес. В зависимости от типа привода она отличается, больше или меньше. В случае с полным приводом это достаточно большие углы, но в любом случае, если автомобиль проваливается за эти величины, и мощности двигателя у нас недостаточно, мы рискуем развернуться на дороге, задом наперед, и совершить плохо контролируемое ДТП с печальным исходом. Поэтому сейчас мы эти вопросы попытаемся рассмотреть непосредственно на нашем полигоне. Как мы боремся с избыточным заносом? Ну, для этого мы будем использовать простую фигуру типа квадрат, на каждой вершине которого мы будем получать избыточный занос, и с этим заносом будем пытаться бороться правильно рулем и газом. Итак, подходим к повороту, снижаем скорость, затем руль в поворот, импульс слишком мощный, и обратите внимание, что этот импульс, приведший нас к большому заносу, я должен сразу перевести в тягу на ведущих колесах и в реакции рулем в сторону заноса. Еще раз, подошли, руль в поворот, импульс, занос избыточный, руль на занос, тяга, руль прямо, мы с вами опять стабилизировали автомобиль. Подошли, импульс слишком мощный, руль на занос, тяга, машина опять стабилизировалась. Как вы видите, все достаточно просто в условиях заповедных, скажем так, но вызывает определенные сложности, когда вокруг меня присутствует большое количество автомобилей со странными людьми за рулем, которые с удивлением наблюдают то, что происходит со мной. Но в любом случае мы с вами всегда стремимся стабилизировать автомобиль, мы всегда стремимся вернуть управление под контроль. Хотя иногда в таких ситуациях можно пользоваться и педалью тормоза, но, как вы понимаете, это все зависит очень серьезно от конкретной ситуации. Теперь мы поговорим о том, что такое критический угол заноса. То есть, если я совсем сильно ошибся первым газом, автомобиль проваливается в глубокие скольжения, вот из этого положения, как вы понимаете, машину спасти уже не удается, начинается разворот, начинается скольжение автомобилем задом наперед, и это неприятно. Но в случае с полноприводным автомобилем, на заднем приводе это критическая ситуация на самом деле, в случае с полноприводным автомобилем мы можем, в принципе, себя довернуть по необходимости, если хватает времени и пространства. Ну, это такой вариант уже достаточно скользкий, потому что такого рода пироиды на дорогах общего пользования выглядят несколько, ну, опасно, наверное. Или мы пытаемся до последнего бороться, бороться и развернуть автомобиль все-таки туда, куда планировали, но в случае критических углов заноса нам абсолютно точно пространства, доступной нам проезжей части, будет не хватать. Ну и третий способ борьбы с так называемым критическим углом заноса, когда машину мы явно уже начинаем терять, это как раз то самое использование педали тормоза. Да, возможно, ДТП будет, но оно будет происходить уже на минимальных скоростях, машина остановилась, может быть, это и не лучший выход из положения, но он тоже имеет место быть. Ритмический занос или темповой занос? Явление достаточно интересное тогда, когда мы его используем на учебной площадке и несколько тревожное, если это возникает в условиях обычной городской езды, езды по дорогам общего пользования. Ритмический занос – это процесс, когда у нас автомобиль от заноса в одну сторону, с поздней реакцией пилота на этот занос, начинается мы произвольно переходить к заносу уже в другую сторону и, как правило, с ростом амплитуды этого самого заноса. Как правило, третий темп является уже достаточно критическим, автомобиль разворачивается, попадает в критические углы заноса со всеми вытекающими. Поэтому сегодня мы поработаем в этом ритмическом заносе в учебных целях, для того, чтобы понять тонкую связь между положением передних колес и текущей величиной уровня газа. Фактически, это своеобразный маятник. Автомобиль совершает колебательные движения по отношению к своему центру масс, и мы эти колебательные движения просто в нужный момент поддерживаем небольшим импульсом по педали газа. Как выглядит? Начинаем с невысокой скорости. Руль, импульс, занос, реакция на занос, опять импульс и так далее. То есть у нас с вами автомобиль начинает самопроизвольно переходить от одного темпа заноса к другому, соответственно, давая нам возможность потренировать себя в таких критических условиях. Скорость движения может быть низкая, может быть средняя и может быть высокая. Но, как правило, все-таки мы стараемся начинать с невысоких скоростей и больших амплитуд заноса. По мере роста скорости амплитуды заноса должны уже уменьшаться. Мы с вами сегодня познакомились с тем, что такое занос. Что занос бывает критическим, занос бывает темповым или ритмическим. Практически в рифмах все получилось. Ну и на самом деле занос явление в каких-то случаях позитивное, когда мы используем его, когда мы его вызываем специально и намеренно, и контролируем этот процесс, и достаточно опасное в том случае, если он возникает помимо нашего желания. Мы с вами поработали над принципами компенсации или вывода автомобиля из заноса. Это тоже очень важно. И, конечно же, на следующем нашем занятии мы более подробно поговорим о безопасности при управлении автомобилем. Как вы понимаете, безопасность – это очень серьезный вопрос. И для того, чтобы у нас не возникали проблемы на дороге, конечно, надо быть собранным, сконцентрированным. И все-таки желательно быть всегда человеком разумным. С вами был Васильев Егор. Подписывайтесь на канал Jaguar Russia. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok